Всем привет! Ну что, у нас сегодня рубрика Давайте поговорим и немножко поотвечаю на ваши вопросы Ой, день у меня сегодня, конечно, с утра еще тот Меня сегодня на эвакуаторе оттянули машину на осмотр техосмотр, посмотреть что с ней и насколько вообще, насколько с ней все плохо или может наоборот не так все печально и мне уже поступил звоночек они что-то там уже немножко ее раскрутили, посмотрели и неутешительные, мягко говоря ихние доводы ну, в общем дальше, как говорится, вскрытие покажет вот, сказали, что еще будут смотреть и вообще стоит ли ее делать или может короче, или может все уже и конечная пришла говорится так, ну что будем отвечать на ваши вопросики с чего же мы начнем надежда, какие у Даши планы после школы? куда собирается поступать? Даша какие у тебя планы? всем привет не знаю пока что толком толком мы не знаем думали мед передумали потом опять надумали потом если было кинофото мы бы пошли но что-то мы ее в нашем городе не находим а ехать в Киев она не поедет ну, короче есть еще один вариант если Даша ну, его еще хорошенько обдумает то это было бы даже очень прикольно я ну на визажист визажист, парикмахер это мне кажется было бы это интересная и работа и не знаю и мама всегда покрашена да? так дальше какой у вас доход с Ютуба? сейчас маленький но больше чем я бы ходила на работу в магазин снимала видео ой, тфу снимала видео господи но больше чем я работала в магазине продавцом я до Ютуба там где-то вот будет такой вопрос что кем я работала до Ютуба? я работала и на заводе работала на бисквитной фабрике я работала этим кондуктором потом я там еще работала с интернет провайдером воля вот я там сидела отвечала на звоночки набирала номера подключала ну в общем оператором алё-алё алё-алё разговаривала с людьми подключали им интернет где я еще работала ну и в магазине 7 лет я работала в магазине большинство это были ночные смены потому как ребенок маленький вот то я работала в ночь то есть днем я дома пока муж на работе вот а потом я иду на работу а муж приходит домой ну вот так как-то и получалось да и потом там еще тоже будет вопрос отвечаю на него что как стали блогером Лена сестра Кости она блогер и Даша это очень Даша хотела чтобы мы стали блогерами это у нее просто была ее мечта ну и Лена конечно предложила говорит ну попробуй почему бы нет попробуй ну вот попробовала и вот сейчас я собственно говоря с вами вот так вот как говорится знаете меня поддержали мне показали научили рассказали и я попробовала у меня это получилось и слава Богу я очень рада я благодарна этому так чего Костя машину прыгнав в данный момент там где находится Костя она ему не нужна но если только она ему понадобится она поедет сразу же к нему машина стоит и я не ездила один раз в село естественно ее надо было проверить может я еще раз съезжу не знаю и когда он скажет тогда машина отгонится ему сейчас в данный момент там где он ему она не нужна но понадобится я это знаю так какой любимый фильм или сериал шоу какой у меня любимый мой сериал любимый это друзья я очень люблю сериал друзья я могу его пересматривать вечно не знаю вообще я люблю смотреть сказки сказки вот так это мне отписывает вайбер щелка это отписывает по поводу машины потом уже посмотрю не хочет расстраиваться раньше времени так хотите ли вы второго ребенка нет не хочу потому что ну не то время сейчас мягко говоря вот видите мне пишут и пишут хочет ли Даша братика или сестричку ну не говорит ну судя по моему пранку который я был да то она была бы не против но теперь категорически сказала нет здравствуйте Надюш когда день рождения у Кости 16 мая так я сейчас отвечу а потом все я к вам вернулась продолжаем рубрику нашу Надюша до какого веса хотите похудеть и как вам это дается но не хочу много ничего говорить недавно вот пару дней назад буквально остановилась на весы у меня я уже пересекла ту черту которую я очень хотела пересечь скинуть вот ну и на данный момент хочу много скинуть еще хотя бы ну как бы как сказать ну вот за лето еще хотя бы 20 килограмм хочу вот до осени это 3 месяца 3-4 месяца и я думаю что 20 килограмм это вполне нормальная цифра реальная цифра за 3-4 месяца скинуть минус еще 20 как оно у меня получится я не знаю и этот и тут еще как как мне это дается ну как тяжело конечно потому что есть ну понимаете это ж ты не похудеешь единственный способ похудеть вот что я не смотрела какие я не смотрела видео как там хорошо они рассказывают что там интервальное голодание там нарина на 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 пока ты не зашьешь свой рот не пристанешь жрать ты не похудеешь и еще это конечно же дефицит калорий у меня кстати есть приложение я скачала одно приложение по дефициту калорий скажу честно я им не пользуюсь я не знаю я не знаю оно мне что-то не зашло в плане как зарядки как у меня телефон вообще даже разряженный у меня вообще 21% зайчик ну найди еще провод какой-то вот вот провод становись на его но он что-то вообще не заряжает поэтому ну зашила рот и вперед все что я мучное хотя бы хотя бы мучное сладкое сахар вообще убрать хотя бы на тот момент что ты худеешь булочки хлебобулочные изделия все убрать и этот и после 6 вот зашил рот и все ничего больше не ешь все вы не умрете от голода хотя иногда мне кажется что я просто сейчас впаду и у меня будет голодный обморок и меня никто уже не спасет все прям приступы есть такие что просто перекусив бы я не знаю прям кило печенья засунув бы в рот без воды ну серьезно серьезно да такие такие есть у меня припадки в дом тоже ты худеешь быстро когда сбрасывается вес ты же смотришь на свое тело вот это начинает все ты себе перестаешь нравиться подруга мне сегодня сказала да это это ты стареешь спасибо поддержала я говорю у меня начинает по лицу обвисать руки это да это ты просто стареешь привыкаешь дальше еще хуже будет ну это мы так шутили шутка это не то что там не сосла хотите внуков боже вид виды покешу ну в будущем в светлом далеком будущем да конечно же хочу но ну не гоните еще очень ну как бы так Надюша желаю вам быстрого эффективного достигнуть желаемого веса спасибо огромное так про ребенка отвечала ой так какое мое любимое блюдо мое любимое блюдо был шашлык потому что я травоядная сейчас я и вообще я очень люблю окрошку вот окрошку я очень сильно люблю делаю окрошку я знаю много делает на квасе я на квасе даже не пробовала делаю на сыроватке филе добавляю куриное чуть-чуть варенки тру на терку яйца картофель картофель мне нельзя но я все-таки вымочила можно вымачиваешь картофель в воде она там стоит например сутки а потом варишь и вот потерла можно она когда этот крахмал короче с нее весь вышел то да потому как вот у меня спрашивают по питанию вот там вам можно там рыбу красную кушать там рыбу там зелень огурчики помидорчики типа и спокойно там худеть да но вы же цены на это я ж не одна такая я думаю цены ж видите ну там огурец 110 помидор блин 120 ну серьезно ты каждый день это не купишь и ты этого каждый день кушать не будешь естественно вот поэтому кашу варю суп варю ну так Надюша вы любили ходить в школу сколько классов закончили я закончила 9 классов дальше я поступила на повара-кондитера закончила вот любила ли я ходить в школу ну вот 8-9 класс да мы были насколько дружные как-то такой был сплощенный класс единственное что мне было далековато ходить до школы мне надо было в одну сторону где-то 2-2,5 км и назад тоже 2-2,5 и когда ну вот мы с мамой жили вдвоем вот 8 класс там 9 ну в общем мы жили я помню я знаю с мамой вдвоем и вот осень сезон картофеля то есть ты типа идешь на город там выкапываешь картошку мама на лопате я грибу ее выкапываю мы с ней там чередуемся и ты перед школой накопаешься этой картошки или посадим например это же мы все вдвоем делали о господи а потом еще берешь этот порфель и тягнешь еще 2 км иешь в школу ну это был просто мне уже дыхать не хотелось а не то что в школу идти понимаешь ну у нас был какой-то такой сплощенный класс мы были дружные сейчас с одноклассниками переписываемся поэтому ну мне нравилось у нас правда было 2 девочки я и Юля а потом еще точно еще Настя приехала они с этого приехали с с с с добавилась девочка ну в общем это мальчики были ага дает ли Даша вам свою косметику конечно сразу ответ такой конечно слушайте дает конечно ну я не очень часто крашусь ну иногда бывает сегодня ничего не делала вообще и вообще состояние какое-то честно сонное я сегодня отвечу но не на все вопросы потому что я это видео наверное на 2 часа надо будет я потом еще буду отвечать например буду снимать видео и в конце видео добавлять ответы на ваши вопросы как вам такое да ставим плюсик ставьте мне лайк поставьте мне лайк под этим видео сейчас напишет мне попрошайка просишь лайки ну ваша шпалец не будет болеть от того что вы нажмете мне поставите лайк вам не тяжело мне очень приятно а ваши лайки понимаешь сидит сейчас скажет что ты сидишь клянешь а лайки ваши продвигают видео меня и так сейчас смотрят ну так вы же видите что-то я это не пойму зачем уезжать в другую страну не я не еду никуда как бы вы назвали второго ребенка я хотела когда у меня родилась дочка я хотела назвать ее Люда но меня отговорили потому что одна бабушка Люда моя мама и вторая бабушка Люда мама Кости сказали куда еще третья Люда хватит Людок Людок говорит хватит нам какой у Даши рост я не знаю 154 154 сколько Даши лет 15 15 лет так я не уверена что ты сказала слушай что я не уверена ну 15 что что Даши меня убили о господи красится ли Даша ну да не каждый день но красится где вы живете Украина город Черкасс здравствуйте как вы познакомились с Костей ой это такая история короче я работала как они называются короче на работе я работала и он пришел к нам устраивался на работу и мне дали его на обучение на обучение и ну такая знаете довольно я не знаю вот верите вы в такое или не верите ты вот например вот когда я его увидела я потом у него расспросила он сказал что у него было аналогичное чувство было ощущение что я этого человека знаю что я его знаю что я его где-то видела уже что ну я не знаю я не могла я ну то есть я не могу и до сих пор объяснить вот как дежавю да вот вроде бы ты уже в этом месте был и ты это уже видел и это уже происходило вот было у кого-то такое вот у меня точно точно так же произошло и меня как-то это чувство как-то напугало что ли я не знаю мне как-то даже не по себе стало я такая думаю блин короче мистика какая-то мистика и я решила что он нам наверное не подходит но он выдержал все мои пытки испытания и начала работать и собственно говоря и завязались потом наши отношения вот так да любовь такая любовь кулы будет пранк над Леной смотрите когда я хотела сразу сделать это все будет но об этом я же говорю надо подготовить почву то Алиса болела то там что-то еще понимаете то такие события происходили когда вообще не до пранка и вообще ничего не хочется но у меня есть план уже заготовлен заготовки есть и поверьте он он такой конкретный жесткий будет а чехол может поменять да это уже все поближе курка так как Даша учится нормально такое да нормально не смесь как говорится пока что этот пока ты тут сидишь а пока я этот надену не плануете еще одну дитину вы уже вы еще таким молоди послала еще одна дитинка ой нет у нас зараз такой час духом опухнет такой час шел как часто ездите в село езжу вот на эти выходные Васильевича 26 числа будет день рождения мы поедем наверное в четверг или в среду после школы очень непривычно да стараюсь чем чаще ездить потому что работы там много во-первых помогать надо во-вторых для Васильевича это поддержка моральная не то что там физично физически потому что сейчас не так много работы но моральная ему уж Даш нет ну на кого хочет Даша учиться и чем захопливается Даша чем ты захопливаешься не знаю музыка музыка тут лежит вот здесь посмотри там аккумулятор я аккумулятор сегодня на зарядку поставила когда увидим Костю я не знаю ничего не могу вам сказать вообще по этому поводу рецепт рецепт картошки в духовке рецепт картошки в духовке а что там можно ее если вы не на диете немножко майонез перемешала сверху курочка и вперед а вообще вообще делала такую картошку и всем всем нравилось в общем что мы делаем целую картошку ложим в духовку запекаем целиком вытянула надрезала разомняла вилочкой положила туда масло вилочкой или просто ложишь типа как жульен грибы поджаренные грибы с луком и со сметаной туда в картошечку сверху сырком посыпала и в духовочку вот такая тема реально очень вкусно и зеленью сверху ну был там где-то такой большой есть я не знаю где он так дальше тут какие-то споры не знаю споры споры какой вашей семье рост ну вот Даша говорила в нее метр пятьдесят четыре у меня примерно так же может метр пятьдесят два ну примерно где-то так и Костя метр девяносто я сама низкая девяносто 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 Костя девяносто так какие песни слушаете сейчас можно сказать ничего не слушаем такое что-то надеюсь попаду в видео люблю вас спасибо так ну Даша не знаю кем хочет стать будущим потому что не знаю что сказать кстати по поводу фотографий фотосессий много ну есть кто сделали замечание я с вами согласна да есть где засвет так это еще у Даши более-менее а есть там ребята которые вообще там засветило короче жестко и мамочки там очень бунт да очень недовольны но там там очень так прям ну это фотографии еще без обработки типа будет еще там фотошоп типа делается чешона там короче еще обрабатываться и будет еще одна фотосессия но я с вами согласна что да есть там засвечено но это это а там еще есть так что вы посмотрели то я представляю что вы написали там вообще были в шоке так люблю вас и я вас люблю мои хорошие так про ребенка уже ну немножко одни каков ваш метод похудения рот зашила рот после шести и вообще если хочешь быстро прям быстро похудеть это сладкое мучное и соль еще соль тоже если не употребляешь быстро идет вес но соль мучное хотя бы надо какой-то хлеб черный да есть это наши волосы это ну я не знаю что вы хотите изменить себе я хочу похудеть изменить свой вес ну и все ну и потянуть тело конечно так 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 как это там у нас на уроке делает сейчас узнаешь маму что сейчас узнаешь как вы 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 планируете приезжать жить в село нет зайки ну в смысле в село там живет Васильевич да да там там была мама но я и когда мама была я не жила в селе мы здесь живем ребенок здесь у меня учится ну как это ну типа в село мы не планируем ну по крайней мере сейчас может там лет когда мне будет 50-60 может быть я и задумаюсь и перееду в село я не знаю как будет дальше но сейчас в планах такого нет короче да про детей ну одному такие похожие все вопросы сколько в 7 лет ну вот мне 37 Косте 37 будет 38 16 мая ну и Даша 15 ну все еще у меня остается 80 вопросов хотите ли новое животное нет 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 я не хочу может там кто-то и хочет попугай ты ожидала пока я это скажу ожидала все зайчики мои потому что я уже смотрю что это видео затянулось хотя я старалась даже быстро разговаривать насколько это возможно я думаю я буду снимать влог а вопросы буду ну например отвечать на ваши вопросы в конце видео потому что целое видео я не знаю может кому-то интересно может кому-то и скучно сидеть меня слушать ну в общем как-то так-то все я вас люблю целую вы у меня самые лучшие берегите себя хорошего настроения уверенности в себе и вообще берегите себя все люблю пока 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 reappe recovery и пока пока